Что-то молитва. Вот я зашел. Ну молитва-то закончилась, да. Хотел о ролику спросить. Я просмотрел тоже ролик внимательно, который вы сбросили. Ну и как понравился? Алексея Навального рассказывает. Да. Рассуждения-то понравились Никите Сергеевича Михалкова? Там есть такие моменты, что под вопрос тоже ставится. А какие именно? У меня. Ну например, он рассказывает, что вот она там улыбается, там когда выступает, так себя вдавание ведет. Но эта улыбка может быть нервная. Бывает, что у людей, когда они нервничают, я по себе могу сказать, у меня такое бывало раньше, улыбка, она невольно как защита как бы возникает. То есть ты себе там держишь, а у тебя снаружи оно как через улыбку. А ты на самом деле очень переживаешь. Вот у меня лично такое было. Поэтому он там говорит, вот она, актерскую школу нашу не проходила. Мы бы ее научили, как страдающую вдову изображать. Но это как бы, я считаю, под вопросом. То есть я бы... То есть понятно, что на это можно обратить внимание, но стопроцентно я бы не опирался на это. Потом про то, что они там волосы прокрашены. Ну просто люди следят за собой. Понятно, что может она и готовилась там к чему-то, но они вообще просто у них принято, что они постоянно там ходят, там за собой следят. Но он это как аргументы выставляет. И то, что она проводит время с этим Евгением Чичваркиным, там в то время, как ее муж где-то там отсиживает и ни разу не навестил, вот это... Ну как бы, это вопрос к ней, да, действительно. Странно. Что она с каким-то чужим мужчиной там проводит время, радуется. Ну а как одета она? На кого похоже? Ну как на второй букву алфавита, вот как бы. Вот так. Похоже. Я думаю, что Никитис Сергеевич тут все подметил правильно. Это... Она уже на это наставлена. Она за два года ни разу не попроведала его даже. Это все остальное, это она наиграна. Показать, покрасить волосы она там посидела. Я несколько раз видел. Так что тут все стоит на месте. Видишь, он как по часам. Они уже ждали это все. И кто ему помог этому тромбу прокатиться-то? Какие были перед этим? Ну ладно, это уже проще говорено было. Так, ты Дугина знаешь, нет, Александра? Да, у нее дочку убили, я так слышал. Ну да. Он там за этот русский мир выступает, там на такие идеи поднимает. У кого-то из правящих нами людей, я так понял, эти идеи находят отражение в голове. Ну я могу даже скинуть, вот мне сейчас скинули, я еще раз посмотрел. Я ей, Дарье, было 29 лет. И он, главное, говорит, что главное-то охотились не за ним, а за ней. Тут все бы за ней. И Зеленский все отказались, чего ради. Она там была, ну и поддерживала, вроде бы, вступление войск туда. Ну и сказала она, девчонка, что от нее зависит-то? Вот я хотел... Я так понял, там не в то время, когда вылезаешь, там тут же тебя и убирают. Не важно там, что зависит, просто вот вылез не туда, а тебе раз сразу и срезают. Я сейчас его долго слушал, я его давно знаю, где там Дятлова говорили, где у него там погибли люди, он выступал правильно, но здесь он настолько много всего говорит, люди различаются вот по такому, по такому, начинают и фашисты, и коммунисты, и где какой. Он, похоже, Библию в руках не держал. Мне бы о нем, так бы кто-то вопросы задал, я бы ответил. Ну, да, философ, он то другое. Это философия-то. Апостол Павел говорит, охраняйтесь от этого. Философия, которая тебя увлекает. Он много очень все это говорит, и он как будто не видит, что здесь никто не будет спрашивать, а то и философии, у него автомат. Винтовка дает мне власть, Маузы Дун. Власть дает, я тебе поставлю на колени, и все кончилось. Люди разбиваются только на две категории. Две, не пять, а у него там конца края нет, это надо разбирать, сделал, а теперь посмотри, как таблица Менделеева, в какую ячейку занести. Нет этого в мире. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все. Все. Рай и ад. Больше ничего никак нету. Середины, серенькой мглы нету. Есть свет и тьма. Есть жизнь и смерть. Он ничего не говорит. Столько он учился, столько знает. Я даже так понял, что он в советниках, близких к президенту. Он ничего не может указать. Я сегодня много слушал, тут какое-то интервью, два с лишним часа у него берут. Два с лишним часа. И он ни грамма не касается. А вот православие, православие, что православие? А вот люди, поэтому, как вроде гуртуются, как обезьяны к обезьяне, не знают Бога. Он не рожденный свыше. О крещении Духом Святым даже слова нигде нету. Он не знает. И как? Все Бог. Сегодня он такой, а завтра он другой. А почему? Господь коснился сердца его. И он не думает ни о том, куда от Боркину прийти. Он не рожденный свыше. И весь сказ. Он смотрит, где крепче накормят его. Вот этот, который шел в безумный навал. Переводится безумный. Видел, считал первый царств 25-25? Да, да. Ну и вот. Безумный, безумный. Он безумный. Он вышел в свое время. Его не было. Он вышел. Он и показал. И у него для него вот это, которые, я говорил, посмотреть, когда он выступает там. И особенно этот момент, вот мне один момент высветился так. Это, ну он же режиссер, Никита Сергеевич, он артист. И там показывают, когда он держит вот так вот и кричит. И в это время показывают с пятого где-то этажа с крыши стоит Адольф Алоизович Гитлер. И тот кричит, а тот тоже кричит «Зайк!» «Хайльзвик!» То есть победа за нами. Вот и все. Вот больше ничего не надо. Он чужой. И вот этот Риттер здесь выступает иногда раньше, Скотт. Очень хорошо говорит. Видел его? Такой в очках? Да. Риттер Скотт. Да, вроде бы видел. Он был, он был, он был, бывший разведчик, контрразведчик был. И он тут все раскладывает по частям. Я ни в одном месте не видел, чтобы у него была какая-то ошибка. Но он и, то ли боится сказать, то ли еще. Это только Бог может открыть так. Когда он, находясь там, и здесь говорит, и видит, но не знает конечную участь России. Вавилон третий. Все. Они сами приняли на себя. И вот в этом. А зачем? Мне это не надо. Надо. Ты не знаешь, где тебе хлопнут печать. В один день будет все. А как надо знать? Политику очень легко знать. Есть такое классическое выражение Ульянова. Он говорит, политика это умение управлять народом. Все. Умение управлять городом. Мэр. Умение управлять регионом. Губернатор. Умение управлять семьей. Мужчина. Умение управлять самим собой. Для каждого. Умение. А для этого только Дух Святой может показать. Даже когда ты ничего не знаешь. Ты не знаешь, где... Как бы он мог допустить, чтобы дочь у нее так взорвалась и где? Если она сказала, у нее даже привязки никакой нету. Ну и все там ссылки. Я могу скинуть это, где он там говорит. На меня скинул один Едачев. Он там с этими все знается. С Ярошем, да. Но я выделил время. У меня и время-то нисколько нету. Я все корректировкой занимаюсь. А вот поговорить на эту тему-то надо, чтобы передали и другим. Выход только один. Или Господь, или Сатана. Выбор только один. Один. Придите ко мне все труждающиеся обременно и я успокою вас. Ни система, ни Горбачев, ни Джо Картер и кто-то Байден. Нет. Я Дух Святой. И поэтому в каждом моменте надо на колени или мысленно только. Тебя сегодня арестуют. Твои знания нужны. Тебе зубы выбьют сразу же. Вот подходит. Таким работал. Я видел. Бухгалтером. Рот разинь. А его уже держат. Разинул. На него там зубы. Он сразу бац с его лбом. Зубы выбил. И тоже стущи двери. Все, наркотики в руках. Ты еще не видел этого. Сразу же, сразу. Или тебя растянут, все зубы тебе выдерут. И поэтому, ну если они такие. А когда я рассказываю, как я был и что со мной было, ни одного не было. Которые верующие, отец Дмитрий Дудко, Глеб Якунин, сидели там, Саша Огородников, Зоя Крахмальникова, Света, ее муж. Ни у кого этого не было. Почему? Я шел как победитель. Я сразу, когда мне объявили приговор, я сказал, я два шага шагну и на той стороне буду. Я уже себя чувствую, что Господь меня поднимает. Почему? Я должен знать этот контингент людей. Мне это необходимо. Когда меня приглашений было много, ну после освобождения это и в Америку, и в другие страны. И никто меня не мог сдвинуть. Я студентам говорил, ну в разных университетах, ехать не ехать. Ну а что ты такая? И только Зоя, Александра Крахмальникова сказала, поезжай. Вам придется много на эту тему говорить, и вы будете говорить только с чужого, а своего у вас не будет. Ну и правда, я там покоресил по Америке. Каждый день мы с одного континента на другой. Сколько там всего... Ой-ой-ой, ни у кого и не было такого. И выступать приходилось. Заранее договаривались, объявляли, какая тема, переводчики. То есть я очень бурно прошел по Америке. И только одно думал, а когда я вырвусь обратно? И поэтому на те, которые уезжают, я смотрю, как на предателей. Учился здесь. Ни дня не работал, смотался туда. Ну а там-то еще, Американам все время грабят везде, везде нос сует. Ну она тебе назначила пенсию, сидит, кока-колу там через удочку сосет. Фу, срамота одна. Я даже в руки не взял бы эту пакость. И вот когда показывают, как два пали этих небоскреба международной там торговли-то, и я на них был там, и там 50 человек их когда-то поднимают. С такой скоростью уши закладывают. И рядом там статуи посмотрел, там маленькие копейки надо положить, тогда труп у тебя можно посмотреть. Интересно, я когда сошел, а я гимнастерка офицерская была, ну без погона, все, такая светло, как сказать, зеленая, как бы, такое. И тут этот коп-то подошел, полицейский, откуда? А я в сапогах, все, я говорю, из России, но я вижу, что из России. Америка будет все ниже, а Россия будет все выше. Это он мне польстил. Так интересно везде. все интересно. Вот когда ты с Богом, ничего тебя не удерживает. Я вот посмотрел Дугина, выйди на него как-нибудь, выйди, дай ему знать, выйти на меня. Мне неудобно даже. Он там философ, он говорит там, он, говорится, любому мозги запудрит. Тем более люди, там выступления, 14 тысяч комментариев только. Тысяч! Это вообще я не видел такого. И вот такой там, а кто его там, долю только понимает, что он говорит? Я насколько политикой занимался, специально все, и вижу, что вот это мог он не говорить, вот это нет. Ну, кто будет определять, к какой группе такой относится? А у него в руках нож. Я буду определять его? Что? Или, говорит, их трупы, говорит, хуже пахнут? Ну, ой-ой-ой. Вот выйди, Александр Николаевич, поговори там, Дугин, и как-то там установи связь, и маленько там расскажи, побеседовать, скажи, вот человек, который вас знает с давнишних времен, когда вы еще говорили о погибели детловской группы, которая там погибла от бесов, и вы говорили правильно, он черный, какой-то у него зипун или что был, я ему не знал даже. Дальше стал смотреть, о, вот это да, выведи его на меня, ему это будет очень полезно. Если ему сейчас дать, что он православный, но не христианин, вот это самое главное. И тогда он будет хороший советник любому, но только, чтобы никуда с Библии не отходил. Только тебя арестуют, тебе ничего не надо, одно только надо, чтобы с тобой был Христос. Перед арестом я только об одном молился, увидел, что на уже тучи собираются. Господи, не лиши меня духа молитвы. И даже баптисты, которые отбывали стройки, говорят, а что это такое? Они даже не знают. А когда Господь будет тебя на молитву, за два часа, ровно до подъема, ровно, там часов нету, там ни у кого нету, лампочка не выключается. Почему? С Богом. И сутки разбиты, четыре-пять частей, по полтора часа, тысячи поклонов, псалтырь за два дня и свидетельство, два часа. Ни у кого этого не было. А почему? Ну, это, с чем пришел, с тем и ушел. И вот они, такие КГБ, а мне наоборот, даже приехал он, первый арест. Я обещал матери вашей вызволить вас, Никулин Юрий Михайлович. И он меня привез на своей КГБ-ской машине домой со следователем. Когда начинаю, говорю, да это вы на них там работали. Я на них работал. Скажите, когда и где? Ну, трафаретное. Они не понимают, что добрые люди везде есть. Начальник тюрьмы, представь себе, на другой день меня вызывает. Родной мой, ты мне скажи вот это. Опять вызвать. Родной мой, вот скажите, как это? Умер по-христиански полковник Соломин Александр Семенович. Как я мог сделать? Я рассказываю, как одна, которая вызывает, которая дежурная, бывает на разносе. Им говорят, из такой-то камеры 112 Лапкина приведите. Она подходит, открывает кормушку, кормушка называется, где еду подают. Так, Лапкин на выход, без вещей. Это уже допрос или что-то. Она такая, небольшого роста, Эльза Кох звали ее. Знаешь, кто такая? Я не помню, вы рассказывали, но она какая-то там строгая очень была. Да, да, Майданеки там, она как издевалась, она с советскими пленными, женщинами и прочее. Но она такая суровая. А только вышли, а я готовился, когда к аресту, на 20 лет вперед все праздники запоминал. Все, на 20 лет вперед, я думал, меньше мне не дадут. Ну, я говорю, у меня с собой бумага есть. Я вытащил, праздники все сразу подал, у меня с собой. Она меня, иду, когда с допроса, бывает, там же нельзя взять ни луковку, ни чесноковки, она все разрешает, все берите. И мы за один только раз привела, я обратно увела, мы стали близкими друг к другу. Вот и все. И Эльзы Кох нету. Прекрасная женщина. Такая удивительная, добрая. Я когда сказал, вы что вы думаете, на нее все жалуются, ее вроде задавить не грех. Э, нет. Она очень внимательно выполняет свою работу, она заботится о том, чтобы человеку плохо не было. Я ее как возвысил, так на меня смотрят, ну все, ошумел мужик. Тарас сходил с ней. Вот у меня, вот сколько в КГБ было ни разу, из милиции ни разу, ни одного плохого не было. Вот и когда начали, да вот как же так, да это менты, да они там, котовые голы. Нет, вот не было, и все. Видимо, которые плохие, он меня задержал дорогой-то. А мы не подчинились, он через дорогу их, учреждение стоит, он туда повел. Когда повел, у меня документ, что мы едем, благословение имеем. Начальник посмотрел, это вас, вас, отпусти. А он стоит, полупьяный, этот милиционер-то. Это все у нас заснято было. И все. Казалось бы, такое, о нем говорят, он выполняет свою работу. А у вас документ есть, вот снимаем на это. Да зачем мне? Это моя камера-то. А без документа могу и отнять вроде. Попробую. Вот это рассказываешь, как надо жить интересно, красиво, нехорошее слово, но я его употребляю, азартно. То есть, ну не сонный, чтоб ты был-то. Ты представь, какие вопросы. Вот Дуйгин, он меня очень интересует. Он влияет на многих людей. 14 тысяч, 200 что ли, комментариев. И все одно и то же. Повторяет, обидно, не понимает, что он говорит. Что главный выход, надо с обратной стороны говорить. Я родился. Я умру. Согласны? Все так. Теперь я должен знать, с чем я умру. В загробной жизни есть. Лермонтов на смерть Пушкина писал, есть Божий суд на перстнике Разбрата. Но раз все, значит, тогда надо решать, как этот промежуток пройти, чтобы оказаться там, а не там. Вот что нужно знать. Все остальное, там, 20-е, 25-е. Когда у тебя нужда, у тебя болит, вот сейчас, сегодня молились, только недавно было, Уткина, Надежда. И вот у ней плохо, и отправляют в Тулу. Она запомнила, что в Туле, у моего брата Иакима, там, есть священник близкий, Иоанн Суворов, он приезжал по Теряевку здесь, ну, и я им телефоны сразу дал ей. Ну, и тут собрались вместе, Девора тут руководила, помолились за нее. У нее нехорошая болезнь была, это, признают. Рак кишечника. Это, неисцельно, но в руке Божией надежда, не надежда не постыжает. Солженицын Александра Исаевича, когда он был в заключении, уже выставили кровать в коридор, мертвый, вдруг проверка, а у него даже следа нету. Как это может быть? А Бог? Как это? Григорий Тупимович собирался, Распутин, в город, и говорит, ты развратишься там. Он говорит, а Бог? Вот и все. Бог не позволит мне это делать. Так, дорогой брат, вы не доставь мне его сюда. Живого, говорит, или полуживого. Мы с ним побеседовать, и я просто помоги, Господи, ему. Его все знания, это стена огромная, но она никому ничего не дает. Ни в болезни, ни при обидах, ни при смерти она не нужна. А и не постыдная, единственная, с выигрышем я со Христом. Павел говорит, для меня жизнь, Христос, а смерть это приобретение. Как в латышском, говорит, навана сауглиус, смерть несет плоды. То, что я сделал, отдавал, все теперь преподнесет обратно. Вот что, он ничего этого не говорит. Ни слова. А вот надо так думать, вот в прежнее время такое, в Риме было такое, ну ушло, зачем нам это? Там были христиане, здесь есть христиане. Там были враги, их и здесь есть. А я остаюсь, вот я сейчас первый век, я апостол Павел, я бы пошел с ним на проповедь. А пошел бы с Александром Македонским. Нет, конечно, с коня упал бы. А с Павлом хоть когда пойдешь? Ну, с любым апостолом. Вот это все надо говорить. Вот так. Ну, по молитве, помолимся, может быть, и Господь так управит, чтобы он будет. Потому что это такой человек, у него много недругов, и ему пишут, я думаю, каждый день очень много людей, и там через это пробиться, это надо просто, чтобы Господь управил. Надо дать понять. Понять, сказать, с вами, я с такого времени знаком, и главное, это с Богом, со Христом, а не просто православные. Православные, он ничего не говорит, сектант, 50-ник, мусульманин, он перебирает все. И вот это временами меняется, уходит навсегда. И никто не знает, какая партия Пилата, Иерона, где они? Нету. И вот когда считаешь, вот у нас трехтомник изданный, там сплошь и рядом ссылаются на ереси, и какие были в Болгарии, я их выпустил, обставили, которые свои. Ну нету их нигде, Богомилов. Зачем нам нужно голову засорять? Нам нужно знать теперь, как беседовать с такими-то, которые вокруг нас, разные сектанты, свидетели Его, ну там, субботники, на адвентисте 7-го дня, АСД, мусульмане. А с буддистами вообще не о чем разговаривать, у них Бога никакого нет. Это они, Будда, Будда это человек, у них буддист, Будд миллионы. Это человек, достигший состояния нирваны. Бога вообще никакого нет, который руководит вселенной. Ну а Китай еще спрашивать? Ну вот так. Я сейчас молитву произнесу, если будешь согласен, то скажешь аминь. Согласен? Конечно. Боже милостью, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. От Тебя не сокрыты наши желания и намерения. Господи, коснись сердца этого, Александр, позволь нам встретиться и рассказать о Твоей безмерной, вечной любви и горе опоздавшему. Потому что там, когда закончится жизнь, ответа нет, налево или направо, с Тобой или без Тебя. Устрою все по воле Твоей Святой. Благослови брата Николая и таланты его в этом деле знакомства употреби в данном деле ради имени Твоего Святого просим. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну вот и все. Дорогу Бог может положить тебе. А здесь я уже побеседовал все, что хотел. Я показывал, ты видел, когда он там ну там показывает Никита Сергеевич Михалков, то он говорит, он держит так и орет такой, трот разевает этот. А потом сразу показывает там высоко стоит Адольф Павлович и точно так же. Как этот кричит, так сказать, митинги идти, и тот кричит, Зиг Хайль. Игранный жест и все сошлось. Ну он же режиссер. Он молодец. Он меня привлек на свою сторону после просмотра мной в фильме «12» называется. Не видел? Видел я. И второй фильм видел «12», который еще до этого снят. Да, 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 да. Ну он матерится, дескать, там не знаю, курит или что-то. Меня это не касается. Я сегодня беседовал с Виталием Коринником. А вот он там-то. Ну зачем тебе то там-то? Я спрашиваю один маленький факт, который в этом, что он говорил. Я вот это запомнил, когда заразался, Зик, он ничем не отличается. И где? Ну посмотри, самые лучшие, которые были вожди. Где они? Чем закончились? Все идет не так, как они думают, хорошо знают. Будет так, как Бог назначил. Бог. В нем все. Прям всего, Зик, Хайль. Потому что все Хайль Гитлер кричали, а который вышестоящий, это, ну просто, он вот так вот, Зик, Хайль. И уже не так показывает руку, а именно вот так. Ну я много этим занимался, смотрел. Все было обдумано, все. В момент, когда могли взять Москву, он встал против своих. Гудерян говорит, немедленно взять надо. Они не знали, что с Востока там 15, сколько дивизий придет. А почему? Рихард Зорга в это время уже определил, там он был, что Япония не нападет. Она решила пока по морю там быть-то. И сразу оттуда войска новой кинули. Они успели вовремя. А тут Мороз ударил. А он гнал туда наполовину, разделил, скорее сбоку, чтобы заправлять рядом. Что он наделал-то? Но в данный момент упустил. Все. В то время, если бы они пошли, как от Москвы ничего не осталось бы. А да, отсюда бы другой разговор был. А почему? От Бога не нужно. Вот когда спрашивают, более популярного человека с властью не было за последние 2000 лет, как Адольф, Алоизович Гитлер. Самая его центральная ошибка, то, что он поднял руку через Гиммлера уничтожить еврейский вопрос. Он прикоснулся к богоизерному народу. Бытие 12.3. Все. И в общем, никто ему не поможет. Все кончилось. Он обессилел и пал, и все кончилось. Как будто никогда не было. Теперь только бежать. Нюрнберг, процесс. Ну, там закончили. Динатика отца-то была, чтобы от нацизма избавить. А тут сто раз больше, может, погубили внутри себя своих, хуже поступали. Никто коммунизма не освобождал. Мы за разная нация. Вот. И у него дочь-то была, она за коммунистов была. Дарья-то. Даже, даже не верится. Такой отец. Я посмотрел, а разрешается там у него. У него все время открыто на всех. Такие-то люди, в такое-то время. Ну, с чем же отличается? Ничем не отличается. За коммунистов или за фашистов. Ничем не отличается. Поэтому мне поговорить есть о чем ему сказать. Если не удастся, значит, от Бога это. Все отхожу. Вопросов нет? Да, есть один вопрос. Давай. Ну, не по этой теме. Ну, ладно. Этот, я хотел вам помочь в подготовке проповеди следующей. Можно это сделать как-то? А как? В каком месте? А вы тему скажете, которую вы готовите. И я вам тоже какие-то места описания прислал бы на эту тему. Ну, нет, мне помощи не надо. У меня все переполнено. Я даже тему заканчиваю, а я ее не закончил. Иногда бывает так, 5-8 проповедей на один стих. У меня переполнено все. Я думал, когда была поездка, там в поездку, там можно было. А тут нет. Еще там у меня одна проповедь. Вот последняя, которая была, там, ну, все, уже Девора там занимается, кому отдать. Следующая, думаю, будет о сне. Я вижу, как люди мучаются со сном. И вот это меня побудило, это, Уткина Надежда толкнула. Он мне говорит, спать не могу, особенно здесь. И как болит. О, это моя тема. Хотя к истинному православию она у меня совершенно вся раскрыта. Ну, кое-что новое появилось, и я скажу. Я много узнаю на идее, две, три. У меня тема идет, я помоленьку добираю. Опять помолюсь, ночью, я опять маленько приоткроется, вижу. Я не пользуюсь чужими трудами, нисколько. А это я знаю. Я думал поучаствовать, чтобы понять, как происходит. Нет, нет, я в первую очередь все по этой теме беру библейское. Потом смотрю святые отцы, каноны, практика. Я имею право говорить на эту тему, потому что со сном я боролся. У меня два с половиной часа уходило на сутки. Все. Пускай попробует, что будет. Вот поэтому я так много успел. Даже не верится, как вы могли успеть, 50 томов насчитать только, распространять. У меня тонн-студия работает, там 11 магнитофонов, маяк 205. Ну, так Бог сделал. Он берет негодно и галиф кверх ногами. Да. Слава Христу. Ну, все у меня тогда. Поехал дальше. Я корректурой занимаюсь. Глаза уж прям не глядят где-то. Маленько похожу по комнате и скорее опять туда. Примерно уже 140 проповедей своих полностью откорректировал. Никто больше нет. И 123 занятия тематических тоже проверил только я. А теперь у кого кто не отдали возвращают и я стараюсь поскорее сделать. И каждую делаю запрос к Вячеславу. Готов принять? Готов. Уже после меня никому не отдавай. Там может быть где-то я не досмотрел, буква какая-то. Главное весь смысл сохраняется. А когда люди слышали, там слов нету. Ну, тут один есть такой попросил разрешение там. Я могу стать? Ну, давай. Только он вставил слови на меня как полились. Это не ваша проповедь-то. Вы знаете, о ком говорю? Ну, я догадываюсь. Ну, вот. Видно, что грамотный человек и хотел, а во вредное время я не мог этого сказать. Тут все имеется в виду. И у меня вступление каждой проповеди. То, что на бумаге и то, что я говорю, большая разница. Тут я могу жестом выразить, поворотом, а на бумаге ничего этого нет. И поэтому я, знаете, как апостол Павла говорили, в посланиях он силен, а в личном присутствии незначительный. Я, кстати говоря, заканчиваю сейчас тоже проповедь, доделываю одну, которую дали мне, осталась у меня не готовая. И там я пишу в скобках прямо то, что показывают рукой наверх, когда горник говорит. Да, 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 я видел такие. Я в скобках пишу, как бы, чтобы человек понимал, как это выглядит. Ну, да, я говорю, вот такая, вот так икона, вот так махнул. Вот надпись такое. У меня уже было такое. Ну, все, отошел, брат. Да, спаси Христос. Спаси Христос, что зашел. Так, найдите меня его и приведите. Убеди его, скажи, не проиграешь. Я вам сейчас скину кое-какие свои данные и вы ему обязательно покажите Википедию. Википедия Игнатий Лапкин. Прямо сами зарядите и сами снимете и покажете ему. Потому что он большой человек и с такой козябкой ему неинтересно будет. Отошел. С Богом. С Богом. Игнатий Лапкин.